Сегодня глава КБР Арсен Коноков встретился с руководством Конституционного суда и парламента Кабардино-Балкарии. Встреча стала своеобразным прологом к мероприятиям, посвященным предстоящему 20-летию Российской Конституции. Кроме того, в этом году исполняется 75 лет законодательным органам Кабардино-Балкарии и 20 лет парламенту КБР. Арсен Коноков подчеркнул, что знание и неукоснительное исполнение, прописанное в основном законе прав и обязанностей, должно быть нормой для каждого человека. Уважение к Конституции, по мнению главы, необходимо прививать с детства. Арсен Коноков дал высокую оценку деятельности Конституционного суда, выполняющему огромную работу по соблюдению законностей и прав на территории республики. Арсен Коноков, директор А.Семкин Корректор А.Егорова Спустя два десятилетия мы можем с полной уверенностью сказать о том, что суд Кабардино-Балкарской республики Конституционный внес существенный вклад в укрепление законности, обеспечение принципа разделения властей и в общем целой стабильности нашей республики. С начала вашей деятельности вы конструктивные взаимодействия сразу наметили со всеми ветвями власти и в принципе не только законодательной, исполнительной власти и с органами местного самоуправления, что было важно. И мне кажется, что вот эти вот сотрудничество привело свои плоды и не только с органами власти республики, но и с общественными объединениями. Также вели работу, что имеет большое значение. Я думаю, что благодаря вот таким взаимоотношениям был найден компромисс решения тогда, когда надо было принимать взвешенное решение. В принципе, в целом вот это отношение, обстановка дало, мне кажется, такой позитивный импульс для того, чтобы было более стабильно развивались эти все события. Возможность проводить совместную целенаправленную работу дают четко выверенные, политические и экономически мотивированные действия руководства республики, подчеркнули в ответ председатели Конституционного суда и парламента КБР. Затем на встрече детально обсудили план основных мероприятий, приуроченных к знаменательным датам.